шалом дорогие друзья скоро начинается замечательный праздник пейсах главный аспект этого праздника дорогие друзья это заповеди связаны с едой на протяжении всего праздника 8 дней мы должны есть мацу пейсах является таким образом единственный праздник в нашем календаре который обязывает нас кушать что-то определенное также параллельно существует запрет не есть в эти дни квасное да не будет видно у тебя кого снова и 7 дней закваски и должна находиться ваших домах мы должны убрать хамец во всех помещениях и местах нам принадлежащих дом работа и даже нужно очистить нашу машину все дал все должно быть очищено самым тщательным образом напрашивается вопрос чем же отличается пейсах например от ем кипура ведь в ем кипур тоже есть заповедь связанная с едой в этот день мы постимся есть и пить вообще запрещено но в ем кипур и запрещено владеть едой мы не убираем еду из дома или не продаем ее откуда же такая строгость в пейсах почему нужно не только все тщательно убрать и вынести из дома или даже продать принадлежащие нам квасной как вы знаете дорогие друзья все заповеди имеют как материальную составляющую так и духовно и отражают происходящее в духовном мире хамец это не просто тесто которое поднимается вверх она символизирует нашу гордыню эгоизм и высокомерие это источник всех отрицательных человеческих качеств массаже это тонкий хлеб и намекает на скромность и смирение источник всех положительных свойств минимум один раз в год мы обязаны убрать свой хамец и физически и в духовном смысле свести свою гордыню на нет тем самым очистить свою душу от дурного влияния собственного эго из-за которого порой трудно быть хорошими родителями детьми коллегами по работе и так песок это время нашего духовного очищения или лечения каждый кусочек массы съеденный нами в праздник песок добавляет нашей душе жизненно необходимые силы лучше чем любые витамины на весь год и укрепляет нашу веру есть еще одна важная заповедь в песок читать о году рассказывать историю исхода из египетского рабства особенно важно пробудить к ней интерес у наших детей вся сущность агады направлена на то чтобы через чтение песни необыкновенную еду возникали вопросы у детей и в ответ родители смогли бы исполнить заповедь и расскажи сыну своему передать историю исхода следующем поколении дорогие друзья в условиях эпидемии здесь нам всем предстоит провести и в этот раз пасхальные седеры дома через определенное время человечество обязательно преодолеет эту проблему а сейчас мы должны оставаться пока дома с семьей сохранять бодрость духа и в это нелегкое время и с божьей помощью мы это все преодолеем я желаю всем нам радостного праздника настоящей свободы и уверенности в том что всевышний защитит нас от эпидемии и будет защищать и в дальнейшем наш народ от всех невзгод хак песок сами я всего самого доброго ваш раввин капла